Всем привет, с вами Психиатр, мы продолжаем играть в This is the Palace. 88-й день, эксперимент во время урока химии едва не закончился трагедией. Портовый профсоюз угрожает забастовками, а фермеры вырастили кабачок рекордных размеров. Тут у нас всё замечательно, без коня трава не растёт, мы едем на работу. И всё у нас отлично. Тут чего? Да вы, сука, заебали, Дебрита. Дебрита, он постоянно на работу не ходит, собака. Мой дед болен на пиле, все в последнее время у него участились в приступе, каждый новый случай закончится плачь. Я вновь разговариваю, забыли карты, которые можно купить только в соседнем городе, единственной семье. Окей. Дед это... Ой, я учусь, потому что это у нас все, все, кто на работу пришёл. Так, ты слышишь, собака, Васильев, я его, кстати, не буду отправлять на подготовку, потому что его, мне кажется, скоро прикончат, поэтому я его, собственно, назначу. Он постоянно какой-то уставший, постоянно бухавший, он постоянно не ходит на работу. Он какие-то... Он постоянно мозги мне ебёт, короче, Васильев. Я жалею, что я его взял, я его хотел уволить. Бляха, не на кого заменить. Не на кого заменить, одни дурачки у нас в отделах устраиваются. Значит, поехали, послушаем музяку чуть-чуть. Вот эту вот песенку я поставлю, и нормально. Так, завтра истекает срок, это я понял. Значит, ваша доля... 50% отдаём, значит... Дела. Получается, я могу сразу отправить... А где эта хрень-то? А, вот, заместитель. Да, я могу сразу, в принципе, кого-то отправить. Давайте я отправлю Анастасию. Вот, потому что она в любом случае сейчас будет работать у меня. И тебя отправлю. Этого не буду отправлять, от него толку мало. Придурочный какой-то. Вот, я просто думал, что они на весь день уедут сразу, поэтому... Так, значит, тут чего? Всё отлично. Всё хорошо. Всё хорошо, всё замечательно. Значит, дальше. Блядь, я тогда, если бы знал, я бы всех четырёх из этой смены отправил на переподготовку. Потому что тут менее образованные, так сказать, у нас сотрудники сидят. Похищение на шоссе 22. Очевидец обнаружил ржавый белый грузовик. Который находится в розыске в связи с похищением 13-летней Тани Родригес прямо со школьного двора. Машина стоит в поле и не двигалась уже больше двух часов. Оттуда никто не выходил. Значит-то... Давайте-ка мы, наверное, отправим... ...вот этих вот. Семьсот... Тысяча... Тысяча... Двести тысяч... Ну, блях, тысяча сот на такую эту. Да я думаю, справятся. Даже вот так вот. А, значит, тут дом престарелых. Христофер Сент заехал проведать пожилую мать. Много времени отдает своему новому проекту. Не покидает ранчо. Давайте к мамке съездим, что ли. Тут надо думать. Я не знаю, где этот Кристофер Сент сидит. Но надо сегодня его задержать 100%. Нападение ресторан Октопус. Десятлетняя Аманда Прайс... Она бросилась на молоденькую официантку. Ей показалось, что девушка заигрывает с ее мужем. Аманда схватила официантку за волосы и тащит ее по полу словами. Ты так накипал из трех под твои сиськи. Тоже в меню. Блядь. Бабуля! Это твои родственники или это ты? У меня как бы такой вопрос сейчас. Значит, давай-ка я отправлю... Вот тебя, дружище. И вот тебя, дружище. Погнали. Сука. Че, блядь, происходит? Бабка, да... Нет, это Маша Прайс. Там другая была. Значит, это родственница ее, походу. Может быть... Не знаю. Из фургона раздаются непонятные звуки, и в окнах машинах запотели. Ничего не видно. Открыть дверь. Внутри сидит мужчина, играет с девочкой в куклы. Избить, убить девочку, предложить играть, затем расставить морщину. Давай-ка вот так вот. Молодцы! Справились, красавчик. Итак, что у нас там? Пердюха. То место, не то. Ой, молодец! Я какой-то с первого раза угадал. Бляха-муха, смотри. Ну, мол, у нас уже все, 1200. Она скоро Нюбри обгонит. Я могу уничтожить банду. И получить 200 тысяч за... Гарпунин и Кит дали ачивку. Слушай, так редко ачивки не сдаю. Я уже забыл, что они существуют. Ну, бляха, 200 косарей. Так у нас все. У нас получается выполнен квест. У нас что, сегодня игра закончится? Это что, финальная серия? Ну, смотри, у нас 600 тысяч есть. А нам нужно 500 было. Там молодцы, там справились. Так, теракт пригороде. Мистер Норрис услышал взрыв. Я был на кухне, делал себе яичницу с беконом. Бам! Даже стекла затряслись. Я бывший военный. Могу вам сразу сказать, что тут рвануло килограмм пять тротила не меньше. Да ты мне пиздишь? Какие, блядь, пять килограмм тротила? Иди нахуй. Пять килограмм тротила. Нет. Он, мне кажется, старый уже у него. Шиза развилась. И он зашел с ума немножко. Так, за употребление служебным полномочиям. Молодой бизнесмен обратился в полицию по поводу мелкого чиновника, который требует взятку 20 тысяч долларов. Иначе бизнесмен не получит необходимых разрешений на открытие магазина. Хатат готов притвориться, что он отдает взятку Редману, чтобы полиция могла поймать преступника на горячем. Бляха, подожди-ка, но это же мэрия. Это же мэрия. А стоит ли туда вообще кого-то отправлять? Нам потом пизды-то не дадут? Пизды-то нам не дадут потом? После всего этого. Вот это хороший вопрос. Бляха, муха, ну ладно. Вот так вот я отправлю. Посмотрим, что из этого выйдет. Так, это все наебало. Это все жесткое наебало. Туда мы с вами не поедем. Гарантиозный ремонт отсюда еще. Ну, бляха, я так и думал, потому что 5 килограмм тратила. Это он явно... Кукуха, юдовская, того, поехал куда-то не туда. Так, покушение на убийство на пляже. Молодой моряк сообщил, что на его жизнь покушались. Я спокойно плавал на спине недалеко от берега, вдруг почувствовал, что мою ладошку ссотили чьи-то склизкие пальцы и потащили вниз. Еле вырвался. Можете смеяться, но это точно были русаки. И на флоте о них рассказывали. До свидания. Попытка угона. Сотрудник порта увидел, когда двое мужчин пытались попасть внутрь фуры, но, потерпев на удачу, погнали свой грузовик и сейчас пытаются угнать прицеп. Так, три человека. Значит, давай-ка я возьму пердюху. Вот котяру и Настенку. Настенку пускай немножко наберется, так сказать, ума. Поехала. Полиция вошла в кабинет сразу после передачи денег. Редмонд быстро спрятал большой сверток в ящик стола. Покажи. Чиновник резко выскакивает, бросается к окну, безупешно пытаясь его открыть. Схватить. Хе-хе-хе-хе-хе, собака, блядь, некрещённая. Туда его! Везёточник, сука. Чу-ру-чу-ру. Та-дам-па-дам. Так, 58 секунд. Убийство окрестности Лисопилки. За городом основались два десятка бомжей, которые организовали там небольшой палаточный лагерь. Они очень агрессивно относятся к чувакам, нападают на них, избивают, убивают и, по слухам, порой даже пробышляют каннибализмом. Анонимный источник добавил, что на своих огородах они выращивают не только овощи, но и какие-то наркотические вещества. Значит, поедет у нас Янси, поедет у нас Асира, поедет... Да, все поедут. Или нет? Вот этих двух оставлю. Хе-хе-хе. На всякий случай. Так, русалки, это все наебалово. Тут новые сотрудники не появились у нас. Не появились. Ну, бляха. 175 профессионализма. Украл приличную часть... В смысле? Я же вас арестовал, а какого хуя? Идите вы в жопу. Что за хуйня? Бляха, ну давай вот так вот. Боряк зацепился за коряку. Ага. Тут чего? Я жарил стейк на улице, вы слышал несколько из дома и стреляли. Какие-то опять соколон, ты че мне названил? весь день собака такая а прикинь короче тот вызов был ложным а этот будет настоящим вот это будет подстава но я не поеду я уверен что это ложный вызов но разработчики могли бы так конкретно подъебать увидев полицию три жителя палаточного городка выхватили какие-то причудливые ножи и бросились в атаку из палатки вылезла чумазая женщина с грудным ребенком на руках и бросил из сторону полиции сына заберите отсюда моего сына кричит она бляха муха ты чё убийство давай вот так вот всю хорош бляха муха фикус какой блять фикус но не могу кстати мафию продать а если бы мафия жила была я бы мог попробовать продать его до торговли людьми информатор сообщил что через порт пройдет партия контейнер заполнен нелегалами которых везут на перепродажу на этих будет вооруженная охрана бляха у меня пока никого нету у меня пока никого нету я ничего не могу с этим делать подождите подождите чуть-чуть чуть-чуть подождите я скоро скоро приеду так тут чего всех поймали молодцы тут чего да бляха дурачки дурачок военный какой-то ну женщина устроила скандал в аптеке что хромоцет подмениваю лекарства и из-за них она набрала лишний вес посмотрите на эти складки омерзительно возмущается женщина из платье это интересно реальный вызов или нет блять ладно езжай езжай я больше никого не могу туда отправить и ты это ответственное задание и как бы кроме тебя никто с этим не справится на вещи все давайте приезжайте быстрее ну спокойно значит автозак катя арпер дюхо вот ты вот ты так бабулька я думаю всех можно отправить а чё у нас еще будут типа уже 10 часов может один какой-то заказ четыре человека есть поехали васильев там еще вернется да блях кто нападение казино мужчина проиграл забыли на крупной суммой напал на девушку копье поехали толпой поедем вот так вот блять васильев молодец мудфа за смотри-ка классовчик я честно говоря думал что там вообще может ложный вызов на типа просто разжирел и и все так расследование с никаких нету у нас вообще сварик все чисто все хорошо все просто прекрасно бляха муха ну ёбаный в рот надо было чуть-чуть повременить с этой с мафиозниками нас сейчас деньги не будут пребывать получается у нас основная прибыль была от мафии ну правда мы 200 ты сейчас разом заработали то есть мафия мафии на 200 кусков сразу положить карман естественно не помешает зачем ухлюешь падла кричит мужчина в желтом пиджаке ты 4 вольвером в лицо девушки охрана казино осторожно выглядывает из-за игровых томатов где-то купил этот роскошный пиджак вытащить пистолет и прицелиться в мужчину ну давайте спросим про пиджак мужчина на девушке руку говорит сейчас я раз навсегда отвечу от тебя тебя и твою конторку лежа посмотрим как ты будешь сдавать карты с огнестрее с отстрелянными пальцами из шокера красных клетки поверь я не мухлю и значит давайте-ка выстрелим из шокера и будет нормально вот вот и все вот и даже ты справился красавчик сегодня все все нехорошо смена пошла правда много всяких этих было но тем не менее день 89 а водители скорой обезвредил воришку наркомана количество иммигрантов вырос в 19 процентов епископ фриборга потребую пиццерию холли хаус сменить название о тут у нас пропала короче этим мафиозник ну и правильно мы же их задержали вот какая хорошая смена а ты посмотри это образцовая смена все сука никто не уставший на работу пришел ну кроме вот этого деда и бабки для техники и устает серьезно где вот сука устали даже расследование нету я никуда не отправляю почему я не могу им просто дать выходной хуй его знает ну да ладно я не знаю может мне как-то заместитель вот на барбекю но это наверно надо в той смене делать бля какая песня веселая нападение в больнице сент-джона одной парень просто спасло женщиной за место в очереди ударил ее за женщину ступилась уборщица краска был под раздачу сутки ахуена я турки ф Talosar испугалась гостя который в центре в одной в ее дверь что дает пьяным голосом требует дверь открытия не то хуже будет в панике сообщила не сгур аэра значит это попытка ограбления у нас давайте-ка давайте отправим от тебя и тебя нормально глаз рыва кукурузный монумент заминируется вообще да ебаный в рот собаки нахуй что же вы черти делаете охуенная песня просто да ебаный в рот какие дети собаки блять я никого нету мне все по вызову уехали подождите сука дышишь такое пьяные соседи миссис хаус наркоманов которые расселились возле памятника у них совсем мозги поплавились чирят прям в парке средь бела дня ни стыда ни совести так опять бабка опять бабка опять она что-то путает ну или нет ну ладно проверим проверим съездим поехали мужчинки ну да ладно так не убери ну-ка блять несколько обросших мужчин грязной одежде сидят присвонившись к памятнику похоже они в отключке рядом валяются в бляха серьезно есть лишние доза один из команд запищает коп и пытается в рот не твереньках приступает я пытаюсь с тобой не убитаться господи нормально Перестрелка в Чайна Тауне. Студенты общались, что у них за окном... Блядь, так резко закончилось. Такая хорошая музыка. Ну вы чего? Что у них за окном будут настоящие боедействия. Несколько человек стреляют друг к другу из автоматов прямо посреди улицы. И прячутся за автомобилями и прохожими. Кто-то истекает кровью на асфальте. Похоже, офиозная разборка. Бляха-муха. Ёбаные кито-йозы. Так, Сесиль, Вэлла, Вандал, Самади. И вот этих двух. Нет. Вот так вот. Нормально? Я думаю, нормально. Поехали. Да бляха, верни. Где эта песня? Вот эта. Надо запомнить. Охуенная музыка. Тю-рю-тю. 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 Ах! Бляха, ты чего? Восемь кадров. С ума сошел. Пиздец. Вы чё, да хуй? Что-то сложно-то. Массовое убийство. Я пришел в парк Сыгачакмада, а там бегали люди и в крови визжали. Сообщил запахавшийся ми... Мистер. Это кино снимает. 12 человек пожаловались на компанию MoneyGrow, которая обещала самую наёжную инвестиционную пирамиду. Но получив деньги, стала избегать инвесторов. А флюкаться с ними особо доверчиво, уговаривая на ещё более крупные увлажения. Бред Брянт, потерявший на увлажении более 10 тысяч долларов, сообщил, что директор вывел из компании деньги и собирается покинуть страну. Вот падла. Я бы отправил сюда, он более наобнородный тогда. Да вы чё, ёп ты, а? Ну, езжай, Робинс. У меня некого направить в любом случае, отвалите. Ничего не знаю. Красавцы. Красавчики. Блядь. Мафия прикрылась. Всё, бизнес упал. Увидев полицию, Венчина быстро спрятала себе какой-то файл, схватила стопку в мак, стала её размахивать, повторяя, наши документы в полном порядке. Мы солидная компания. Венчина по лицу. Давай вот так вот. Изнасиловая секретарша сообщила, что фотограф, так вот, выделяется на свинку, что она просилась на обнажённую девушку модели, хочет её изнасиловать. Подключите, он заперся в одну комнату. Пытается задать девушку габрином от софита. Поехали. А чё, вот так сегодня много этих вызовов, я не понимаю. Прям беда какая-то. Смотри, что происходит. Они, блядь, и едут, и вызывают меня, и вызывают. Задолбали. Увидев недалеко от своей фермы фургон, и несколько ликвадов рядом, с которыми спорили мы забыли около 10 людей. Мужчина хотел отогнать типов от своей территории, но телевидя фермы, уют или с ящиков оружия открыли. У-у-у. Бляха, тут надо ехать, естественно. Давай-ка мы отправим. Вот так вот, пацанов. А на этот вызов сейчас у нас приедут. Чё, ой, блядь, тут тоже дохуя нужно. Сука. Втроём-то справитесь, нет нападения. Блядь, ну как же она этот? Во время шоу Бодибирда и Рафзавра, небольшая компания, молодых девушек устроил что-то такое, из-за чего жизнь участников теперь находится под нагрозой. Культурист же по лицу из-за слёз говорил очень членораздельно и не смог понятно объяснить ситуацию. Бляха, да у меня всего три человека. Хотя тут требуется всего пять. Бляха, муха. Подожди. Подожди. Подожди немножко. А вы не успеете приехать, да? Тю-рю-тюм, тю-рю-тюм. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Люди с автоматическим оружием в руках окружили дом фермер, который с трудом отстреливается из старого ружья. Пропорно справлять преступником. Полоском по полю, строить зазады, разбить фургонь и преступник в окно, чтобы сработала сигнализация. Начать прыгать. А, давай вот так вот. Поздравляем вас за машину крича, а за товаром, смотрите, кто-нибудь остался? Схватить, мило. Стрелять на поражение, я думаю, нам нужно. Ну, блядь, не с вилами же. Идти на этих собак. Блядь, стрелять на поражение не... Я даже не знаю. Давай. Справились, молодцы. Все, красавцы. Так, спокойно, сюда, значит. Сюда у нас поедут вот эти трое. И тут еще, блях, опять массовая драка, что ж такое? Ну, сейчас приедут пацаны у нас там задания. Я боюсь, как бы они там втроем, нахуй, их не откинулись. Давайте быстрее, собаки, блядь. Как медленно едете. Я думаю, вызову больше не будет. Можно сделать вот так вот вполне себе. Так, это у нас по поводу попытки угона. Ну, тут еще очень мало кадров, поэтому... Блядь, сука, девушки, выкрикили розунки. Какого хрена? Сегодня очень много, прям очень много у нас идет каких-то ложных вызовов, непонятных, откуда-то взявшихся. Че вообще происходит? О, лежайте. Завершить... Сука, день, ебаный, блядь, племень. Что я говорю, я ужасно скучаю. Не могу дождаться момента, когда снова увижусь с ними. Не хотела бы увидеться со мной? Лана, но мы... Дай угадаю. Ты думала об этом, но потом поняла, что это лишь принесет нам больше страданий. К тому же, это все опасно, учитывая характер нашей работы. И вообще, зачем все рушится, когда это... И так хорошо, верно? Ну, если ты знаешь, что я думаю, значит, ты думаешь точно так же. Да, Джек. Потому что это правда. Но разве это справедливо? Знаешь, что было бы куда более несправедливо, если бы друзья заставили тебя... Заставили тебя в караоке. Со стариком? Может быть. Ты представляешь себе молодого греческого бога с длинной золотистой шевелюрой на том конце провода. Но мне 60 лет, Лана. Послушай меня, Джек. Начиная со старшей школы, я окружена стариками. В университете все мои однокрупники были стариками. Им было по 18 лет, но им пора было в могилу. Никаких целей, никаких идей. Только бесконечная усталость на лице. Усталость и пустота. На работе все мои молодые коллеги на самом деле глубокие старики. Они ни за что не готовы бороться. Они уже видят себя на пенсии. И ты, Джек, единственный за очень долгое время человек, которым я чувствую, ровесника. Потому что ты борешься. Потому что внутри тебя есть жизнь. Лана, это... Черт, это правда. А у меня есть жизнь. Джек, ты такой самоуверенный. О, простите меня, я самый перспективный молодой в стране. Ты знаешь, что это правда. Ну, бля, яйца подкатывает, смотри. Так, че у нас тут? Тут все замечательно. Ученики средней школы отправляются на национальную олимпиаду по физике. В городе почистили фонтаны. Остросюжетный боевик Кровавая Рубашка 3 стал рекордсменом проката. Хорошо. Едем на работу. Ух ты, щука, ладно, хуй с тобой. Да вы че? Че все устают, я не понимаю. В этой смене... Реально, в этой смене постоянно какие-то у меня уставшие сотрудники откуда-то берутся. Откуда, блядь? Ладно. К той песне еще вернемся. Давайте вот этот трек послушаем. Молодца! Лецко. Блядь, придурок. Это сука. А с тем, че у нас? С теми двумя остальными. Они еще типа не завершили. Так, тут я, естественно, прошу максимальные прибавочки. На бирже труда никого. О, значит, расследование. Да, вот этих троих уволить надо, да, хуй. А они вечно все какие-то уставшие у нас. А, так, погнали. Употребление наркотиков в пригороде. И информатор сообщил адрес одного из самых больших трекопритонов города. По предварительной информации, там находится около трех десятков трекоманов, многие из которых вооруженные. За последние сутки трех человек там просто застрелили и бросили гнить в угол. Блядь, серьезно? Блядь, ну давай вот так вот, я не знаю. Хватит, народ, мне не хватит. Надеюсь, что хватит. Ух, котяр-пердюху уже по девятьсот. Их надо до тысячи гнать. Гнать до тысяченки. И яньте, яньте, нет, яньте нужно лидером делать, на самом деле. Котяр-пердюху немножко сместить. Да вы что делаете-то, суки? Угроза взрыва. У меня никого нету. Я что, туда троих отправлю? Учительность скульптуры заметил удовлетворительный фургон, припаркованный недалеко от школы. Внутри никого нет, но я услышал, что там работают какие-то механизмы, прямо как кино. Да это какие-то эти коммунальные службы, наверное. В полмрайке по углам лежат десятки людей без сознания, везде разбросаны шприцы и пакетики. Давайте-ка, наверное, отцепим. Ёбатый урод. С туалета вылетает Гоин, рекомендант, рамегурука, и начинает стрелять в потолок. Выстрелить. Молодцы. Я всё равно к тебе не отправлю никого, женщину. У меня трёх человек я бы туда точно не отправил. А если это ложный вызов, так тем более. К тебе нет смысла кого-то везти. Четыре активистки альянса «Жизнь без мяса» заборясь из-за права животных. Пришли в зоопарк и кусачками стали убирать с клеток замки. Многие дикие животные вернулись на свободу и стали бросаться на посетителей. Подождите, у меня автозак ещё не приехал. Мне нужен автозак. И всё будет хорошо. Так, спокойно. Значит, автозак есть. Дальше. Янси у нас поедет. Будем его чуть-чуть... Чуть-чуть его вверх будем, так сказать, возносить. Пускай катается по всяким этим... ...делам. И берёт с собой каких-нибудь этих... ...новичков, так сказать. Поехали. Блядь, бабуля, прайс, а ты чё так плохо работаешь? Смотри, она скоро на последнем месте будет. Ну да, правильно, она, блядь, то бухает, то она, блядь, устала, то у неё ещё чё. Бабуль, тебе, может, на пенсию пора? Я могу тебя отправить. Мне, как бы, замену пришлют, если я тебя отправлю. Ты чё-то очень плохо себя стала показывать, бабуля. Бомб в фургоне не было, только куча антиквариатов. Фургон принадлся на старелочек коллекционеру. Бляха, ну я... Я немножко по-другому думал, но... ...сути не меняет. То, что это ложный вызов, я распознал. И это самое главное. Так, вооружённое ограбление. Вы вызов из магазина халяльной еды. На кассу... Их кассу только что обчистили двое вооружённых грабителей в масках президентов США. США, США. А, значит, поедут вот эти троя, и я думаю, нормально будет. Да хорю, вы чё делаете-то, сука? Да идите в жопу, вы так должны справиться. Чё это такое у нас? Угроза физическому здоровью? Чё нахуй? Сейчас полететь и ехать будут ещё полчаса. В пизду. Я ебал. Порча имущества. Чё? А, нормально всё. Десколько человек бьют стёкла кинотеатра и срывают афиши у входа. Они кричат современное кино, развращают молодёжь, достают из сумки коктейля Мотова. Подождите чуть-чуть. Чуть-чуть подождите, ну. Конце-то концов. Тю-тю-тю-тю-тю-тю. Опа. Значит, Янси. Вот так, вот так и вот так вот, наверное. Я, котяру с пердюхой, оставим на особый случай. Да? Или нет? Да или нет? Давайте-ка, вот так вот сделаем. Фух. Да, нормально. Поехали. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Тан-таран-тан-тан-тан-тан-тан-тан. красавцы красавцы молодцы справились со всей хуйнёй так бытовая проблема мистер адамсон веришь на землю вот упадет гигантский метеорит до свидания я даже читать не буду это понятно что это все наебалово и времени на эту хуйню тратить мы не будем тут чего мистер бойт город возвращается мой давний конкурент последние месяцев он провел в китае наложил и работ своих фабрик теперь он хочет заполнить город дешевыми подделками он граждает каждому бизнесмену фрибург сейчас он на время остановился в отеле планирует купить особняк за городом хочу чтобы вы показали миссис проникновен должен уяснить что во время раке ему не рады да бляха мух ты чё сука подожди подожди хулигана пытается поджечь один из коктейлей молотова но сжигалка барахлит а свою зипа это типа предложить я конечно могу но не отнимать же мне коктейль мало ли чё он сделает сейчас давай-ка наверное используем огнетушители так спокойно мистер якобский снял крупную сумму со своего счета в банке и садится в машину когда к нему подошел мужчина с пистолетом приказал ему не оглядываться и не отглядываться и отдать деньги когда он убежал все же оглянулся увидел высокую фигуру в капюшоне нырнувшую в переулок вооруженное ограбление подожди немножко с вооруженным ограблением да блять такой сейчас у меня чуть-чуть народ приедет а а чуть-чуть народ приехал значит троих мы отправляем сюда это у нас сложный вызов блять но поехали ладно хуй с ним надеюсь я не пожалею об этом никого нету ну конечно барабанил град тюрю 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 бля хочу это холодно как-то надо наверное вот так засела чуть-чуть кондиционерчик прибавить я включу а то пока сидел жарко прям стала да ёбаный в рот на так ранение на как ты в чайна-тауне бывший пара ресторан сообщил что на кухне извините ротирует и разбавляет героин моя подруга схватила передоз от того мусора что они там смешивают я хочу чтобы эти ублюдки заплатили почему все и не так такие эти заказы сложные я не понимаю собаки ты очень много народу от меня просишь постоянно игра очень много очень много человека как-то сижу бляхает немножко не по центру вот так вот сяду ладно погнали так 6 тысяч это за помощь нам дали в этом чайна-тауне че где там никого нету я даже смотреть не буду что ты хочешь от меня подожди да вы чё блять в ресторане многолюдные официанты сныют между столиками ничего подозрительного войти через черный ход один из официантов заметил полицию и закричал на непонятном языке взяли скачали побежали к выходу задержать посетителей допросить поспешить на кухню арестовать официанту официанта пока что вот так приятство на кухне два здоровых мужика с автоматом открывает огонь по копам блять то почему похоже ты туда хуй смысле отступить за угол вести ответный огонь бой световую шумовую гранату упасть на полу стрелять по ногам преступников давай-ка за угол наверное я спрячусь мне никого нету стихо массовые беспорядки болельщики закидывают бананами приезжающим команду которая почти целиком стоит на кожах судья вынужден оставить матч честушки бляха мух у меня три заказа 33 и никого на месте нету практически что я могу но я могу конечно сюда кого-то отправить и что все сдохнут ну ладно как у меня сюда кого мне отправлять на всякие жалобы на шум пожилая вдова пришла на могилу свою мужу слышал странные звуки хрипы ага это ложный вызов нагляну молодая музыкальная группа и устроился концерт которым тут шести на улице анти правительственный дождите чё я блять не успею никого отправить я ебал чё что 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 ты хочешь от меня что блять что ты что ты хочешь меня три человека автозака нету нихуя нету я блять ебал и сейчас все сдохнут то это будет фэйл 5 ну конечно преступник скрылся а чё я могу с этим поделать придурки блять ну на секунду не могли раньше приехать что ли ну в конце-то концов топ людей пляжут обнимаются и орут морожен с дубинкой приказать разойтись ну перед это пиздец какой-то просто блять я как мог успеть как я мог успеть реально пошли пошло очень много одновременных вызовов а нам как бы некого отправлять игра наверно предполагает что у меня штат блять вот вот так вот заукомплектован ты как кем блять укомплектовывать есть там одни придурка одних придурков не предлагают на работу я чё могу сделать еще и блять смена б нахуй работает как-то ваще на отъебись такое ощущение но это пиздос бабка болеть вечно уставшая нахуй чекпоинт день 91 давайте на этим на сегодня закончим всем большое спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайки вступайте в паблик контакте добавляйтесь камень друзья кстати я чуть подумал на играть не закончилась у нас же сумма то набрано ну ладно видимо видимо придется отрабатывать все 180 дней тогда продолжим следующей серии все подписывайтесь ставьте лайки увидимся всем до встречи и всем пока